Моя сестра Алина, ей 22 года, она конструктор. Миша, мой старший брат, ему 26 лет, он конструктор. Девочка Таня Савичева жила в Ленинграде в дружной большой семье. Несколько сестер и братьев, бабушка, готовящая пироги, мама, которой Таня помогала по хозяйству. Беззаботное, счастливое детство. Война все разрушила. В сентябре немцы окружили Ленинград, удерживая блокаду почти 900 дней. Жизнь Савичевых превратилась в кошмарный сон. 300 граммов хлеба на человека до вода и снега. От голода и болезни Савичевы умирали практически на глазах маленькой Тани. Дневник девочки превратился в похоронную книгу. Савичев умер. Умерли все. Осталась одна Таня. Эта фраза стала последней в дневнике. Таня так и не стала взрослой. Девочка умерла во время эвакуации в 14 лет. Записи Тани отразили судьбу тысяч семей. Выстраданные строчки легли в основу сценария спектакля, который поставили ученики 11-й школы. Как хорошо, что ты замерзла. Святая Невская вода. Когда я поскользнусь под горкой, на той тропинке дитяной, ты не прольешься из ветерка. Я привезу тебя домой. В постановке дневник Тани Савичевой школьники рассказали о том, через какие испытания прошли жители Ленинграда и дети войны. В те страшные годы каждый ребенок с 10 лет уже считался полноценным рабочим. Зрителям представилась уникальная возможность из первых уст услышать рассказ Людмилы Куратовой, встретившей войну еще ребенком. Яркий момент воспоминаний, прощания с отцом, который уходил на фронт. Равнодушных в зале не было. Дети и взрослые едва сдерживали слезы, аплодируя юным артистам. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.